Когда вечером приходишь, уставший домой, с работы, и нет сил делать ничего, добраться до спортзала, я же не говорю о том, что там что-то потягать, я вам предлагаю обзавестись отличным гаджетом дома. Спортзал, так сказать, в одном. Очень удобно. А фитболы в студию. Накажешь, чтобы их тревоги. Так, розовенькие для девочек. Юлечка, я тебе вчера обещала, что сегодня ты будешь у меня с печеньками. День печени, поэтому сегодня ты просто можешь на нем посидеть. Серьезно? Да, теперь я. Сегодня ты отдыхаешь. А это для Антона. Антон, держи, это тебе. Я не могу принять такой дорогой подарок. Можешь, Антон, ты должен, я тебе больше скажу. Я опять должен. Павел, размещайтесь, пожалуйста. Что, хихикал, да? Согласна. Давайте я вам кофе сделаю. После, с удовольствием, после мы сможем все. На них можно сидеть, да? Конечно, конечно. Ну, я могу вот... Именно это упражнение я уже освоил практически. Молодец. Все, замечательно. Ребят, фитболы настолько универсальная штука, мы будем использовать их не раз, я вам обещаю. Но сегодня мы будем работать с ребятами. Юля отдыхает. И работать мы будем над их животиками. Вчера они ели торт и чувствовали себя прекрасно. И сегодня должны отработать каждый кусочек. Я тебе хочу больше сказать, я и сегодня себя чувствую прекрасно. Я себя вчерпой почувствовал. Ты должна отработать каждый кусочек. Каждый кусочек, да. Значит, будем работать над вашими животиками. Так как у нас программа идет к финишу, можем кататься по полу. Вы уявляете, я сейчас отрываю задоволение. От того, что я сейчас буду видеть. Кататься по полу. Это именно то, что нужно в 8 часов 40 минут утра. Ну, давайте до справы. Ребята, значит, прокатываем. Размещайтесь как-то так, чтобы вам было удобно. Прокатываем футбол вперед. И ложимся на него животиком. Ага. Это называется пингвинчик. С моим животиком. Это важно. Это называется пингвинчик. Ребята, у кого есть футбол дома, присоединяйтесь к нам. Это очень хорошо. У нас это полная студия людей. Ложимся на него животиком. Вот я сейчас. И поплыли. Да. Ставим ручки вперед. Да. Чувствуем упор. Я уже вижу эту фотографию, которую делает Юля. Юля, Юля. Я даже знаю, что на этой фотографии изображено. И сколько лайков она соберет. Лайков Юля. Прокатываемся вперед. Да, прокатываемся вперед. А эта штука указываться должна? Поднимаем ножки вверх. Поднимаем ножки вверх. Фиксируем себя на ручках. Фиксируем себя на ручках. Ножки как можно выше. У нас работают попа и мышцы спины. Не побоюсь этого слова. Извини, пожалуйста. А кроме того, что ты хотела нацу низить, у этой процедуры какой смысл? Потом подтягиваем попу вверх. И подтягиваем ножки вперед. И делаем вот так вот. Да вы что, смеете, что ли? Слушайте, а можно я просто, не знаю, гей, потягаю? Я не знаю, как обычно, а традиционными способами миника? И приготовим. Ахава, нет, ты отверь. Ну, серьезно. На самом деле, я зачем это делаю? Ничего не слышу. Ничего не слышу, парни. Аня, мы ножки качаем пресс. Это же ваша красота. То есть мы так пресс качаем. Скажи честно, сколько тебе Юля заплатила за это упражнение, за эту процедуру? Спроси у Юли. Ахава, это чтобы пресс накачать. Ладно или поздно, мы встретимся с этих шаром. Ахава. Все все поняли. Ань, так ты я прошу, что это для пресса. Это для пресса. Это упражнение для пресса. Потом, показываю вам более легкий вариант, так как вы у меня не справляетесь. Я уже спать захотел. Присаживаемся. На мячике. Юля, тебе, кстати, тоже это будет полезно. Комплексы для женщин тоже хорош. Нет, нет, нет. Это я отпочиваю. Это я отпочиваю. Ты живой? Нет, я тоже. И для женщин тоже хороший комплекс. Отлично. Присаживаемся удобненько. Аня. А сколько у тебя вообще прав? Одно. Последнее. И начинаем делать, сяду к вам, дорогие мои зрители, перед нам, и начинаем делать вот такие вот движения. Не открывайся, наблюдай. В одну сторону. Класс, класс. Завораживает. Закращаем. Да я худею уже прям, когда смотрю. Мышцы животика. Ага. Что она говорит, я не слышу. Закращаем мышцы животика. Это вообще сложно оторваться, да? И делаем то же самое в другую сторону. Юля, ты же понимаешь, что для женщин это тоже функциональное упражнение. Поэтому, в принципе, на это... Понимаете, какая история? Мне вот сейчас редакторы говорят, что мы подвели итог программы и вспомнили, что мы говорили за два часа. А я вот... Вот меня она отвлекает, и я не могу сосредоточиться. Потому что я вам хочу сказать. А я вам хочу сказать. Всем спорт, господа. Кто хочет узнать больше, заходите на наш сайт. Ранок, ICTV, там очень много интересного. Вы надевите, вырубите. Вы хотя бы раз. Мне кажется, нашим зрителям не хочется увидеть, как мы это делаем. Антон, прекрасно получается? Я, как минимум, заучил алгоритм, и сразу после эфира я этим и зайду. Ай, ну отпугайся. Когда я должна делать все права, я все делаю. Ты молодец. А они, ты молодец. А поэтому мы сделаем еще штрафной день. И они у нас еще раз поработают.